Книга «Открытым оком», тема «Пища, посты», 2-й том, вопрос 808, где в Новом Завете четкая отмена закона Моисеева о запрете на свинину и другую нечистую пищу, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос говорит, Матфея 5, 17, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Римлянам 10, 4, «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Галатам 4, 4, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Римлянам 3, 20, «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Галатам 2, 16, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться веруя во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Римлянам 8, 3, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Евреям 10, 5, «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне». Евреям 10, 8, «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил». Согласно только этих откровений Божьих ясно, что Христос пришел в назначенное время, когда закон показал полное бессилие. Галатам 3, 24, 25. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Время няньки кончилось, пришло время совершенного мужа, поэтому и закон о пище, левит 11 глава. «Для нас теперь не имеет никакого значения, потому что нет нужды Богу стеснять нас им, чтобы отучить от поклонения богам, каким-нибудь животным». Если бы сегодня апостол Павел писал послание к монголам, как к галатам, то, думаю, что он мог бы и им написать, как к Колоссянам. Колоссянам 2, 16. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, за питье или за какой-нибудь праздник или новомесячи или субботу. А Василий Великий мог бы в самом каноне, направленном к ним, рекомендовать есть рыбу, а индусам – говядину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова